Виталий Поляков Действительно, это был топовый, фантастический матч с сумасшедшим сценарием, где люди, любители футбола могли наслаждаться этой игрой. Была интрига и, конечно же, даже не хотелось, чтобы он заканчивался. Вы болели за Аргентину. Почему? Да, мы с ребятами в клубе предсказывали исход этих матчей. Я и некоторые ребята, наши футболисты, болели за Аргентину. Здесь все просто. Мое личное мнение, что, конечно же, французы обладают более классным подбором футболистов. Действительно, там таланты. Но при этом в Аргентине игрок, который выиграл все на своем футбольном пути, кроме одного чемпионата мира. Это великий игрок. И вчера он доказал о том, что он поцелован Богом. Ну, речь, конечно же, о Месси, да? Конечно. Теперь он самый крутой уже официально? Ну, многие спорят сейчас, кто круче, Рональда либо Месси. Но могу сказать, что нам, конечно, повезло. Мы живем в ту эпоху, когда два фантастических футболиста соревнуются, кто лучше. Потому что раньше Пеле и Марадон спорили, кто король футбола. Но они играли чуть-чуть в разное время. А сейчас у нас мы наяву наблюдаем за этим единоборством, за этим красотой. И, конечно, это фантастические футболисты. Я вот болел, кстати, за французов. И мне показалось, что судья не назначил пенальти в ворота Аргентины. Потому что француза сбили, да? И он не свистнул. Причем дал желтую карточку за симуляцию. Как вы оцениваете этот момент? Ну, вы знаете, сейчас минимизация идет судейских ошибок посредством современных технологий. Потому что судьи – это тоже люди, они тоже ошибаются. А цена победы-непобеды очень велика. Поэтому сейчас современные технологии позволяют судье, даже если он принял ошибочное решение, то его поправляют. Ему говорят по рации о том, что нужно остановить игру и посмотреть экран. И тогда он принимает окончательное решение. Криштиану Роналду жалко? Он и клуб вроде потерял, да? И расплакался в итоге после вылета из сборной. Ну, то, что расплакался, как говорится, мужчины тоже плачут. Это человек, который предан футболу, который сделал себя сам. И который действительно классный супер-игрок. Конечно, он по натуре своей победитель. И то, что в этом чемпионате, надо сказать, он и забивал, и играл здорово. Но футбол – командный вид спорта. И, к сожалению, его команда не выиграла ключевые матчи. Поэтому, конечно же, он был расстроен. Но еще раз хочу сказать, что это великий игрок. Француз Мбаппе, он совсем молодой, но кажется перспективным, да? Ну, и специалисты его оценивают как одной из главных восходящих звезд. Как вы думаете, будет для него будущее? Станет ли он Марадонной или Месси? Я думаю, это следующий человек, который будет прославлять футбол. И это следующая звезда, за которым будет наблюдать весь мир. Потому что он показывает топовый футбол. И вчера он забил три или четыре гола. Еще пенальти. Ну, вместе с пенальти, да. И какое он показывал мастерство, какое хладнокровие. Да, это, конечно, люди, которые помимо таланта, они еще своей трудом, трудоспособностью и умением выложатся в самое ключевое. У них сильная психология, да? Когда весь мир наблюдает, как ты бьешь пенальти, и ты забиваешь многократно. Это фантастический игрок. Под победитель чемпионата мира вкатывался в турнир достаточно сложный. В первом матче Аргентина проиграла Сыгдовская Аравия. Тоже удивительное было поражение, да? Почему, как вы думаете, вот так происходило? Это легко лично для меня обосновывается тем, что впервые этот чемпионат мира проходит зимой. И футболисты не имели возможности подготовиться к нему, да. И у тренерского штаба, сборных команд не было времени для того, чтобы отработать тактику, для того, чтобы вывести спортсменов на лучшие физические кондиции. Поэтому первые матчи, они были довольно-таки средние. Но по ходу сезона футболисты сыгрывались. Несмотря на то, что это лучшие игроки своих сборных, да, но они играют все в разных командах. А вопрос взаимодействия, его нужно отработать, совершенно. Поэтому по ходу матча команды набирали обороты, набирали физические кондиции. И вы лучше-лучше показывали свой более хороший футбол. У нас, кстати, в Анисеи же тоже есть аргентинец, да? Конечно. Защитник. Как вы связывались, поздравляли его? Конечно. Я сразу же после матча написал о том, что с победой. И действительно переживали. И я знаю, как он любит футбол. Герман Феррера – это человек, который тоже всего себя отдает футболу. Для футболистов из Аргентины, Бразилии футбол – это религия. И, конечно же, в силу того, что у нас играет свой русский аргентинец, я в том числе и переживал из-за него, из-за сборной Аргентины. – 36 лет назад Аргентина последний раз стала чемпионом мира, да? Это 86-й год. Может быть, помните тот финал? Тоже же он был такой достаточно скандальный? – Ну, мне тогда было 10 лет. Я могу сказать, что для меня Марадона – это был… Я тоже в себе всегда думал, кто лучше – Пиле или Марадона. И, ну, могли… Я Пиле только видел по нарезкам, да? А исходя из игры Марадона, то мне довелось уже воочию, я имею в виду, по телевизору в том числе и видеть. Я думаю, что Аргентина – это та страна, которая заслужила этот кубок, потому что, действительно, 36 лет они не выигрывали, и у них благодатная земля, которые дают таких талантов, как Марадонна и Месси. Изначально, когда, наверное, чемпионат еще не начался, один из фаворитов была команда Германии. Почему она совсем блекла, как ты сыграла? Ну, это они, наверное, знают, их тренерский штаб, но чувство превосходства над другими было видно. Германская машина, там, все эти пословицы, то играют две команды, выигрывают Германия. Она здесь опровергается. И даже маленькие команды, такие как Марокко, показали, что сейчас весь мир умеет играть в футбол, и Корея, и Испания, и Япония. Сейчас все умеют играть в футбол. Но чемпионат мира – это тот турнир, в котором может произойти все. Что и доказал этот чемпионат мира. Ну, кубковые турниры, они вообще такие есть, да? У нас, наш Енисей, в принципе, и доходил до полуфинала в кубке. Так что шанс, действительно, наверное, есть у всех команд. Ну, конечно же, задача-то подойти к этому турниру в лучшем своем физическом, тактическом и психологическом состоянии. Но самое главное, что футбол – командный вид спорта, где каждый должен выложиться на 200% и играть на команду, не только на себя. Вот марокканцы, как вы оцениваете их успех? Они дошли до полуфинала. За счет чего это было достигнуто? Ну, это было достигнуто за счет командной игры. Это было достигнуто за счет грамотного, построенного тактики. У них ни Месси, ни Роналда, но… Да, но при этом 13 футболистов играют в лучших чемпионатах Европы. Это говорит о том, что там есть классные футболисты, но они были сильны своей командностью, самоотверженностью. Ну и, конечно же, они умеют играть в футбол. И на примере с Испанией, когда они забили гол, потом играли от обороны на быстрых атаках, они смогли противодействовать одной из лучших атак мира. Впервые, да, в Азии проводился чемпионат, ну, на Ближнем Востоке проводился чемпионат мира в Катаре. И там, помним, с начала чемпионата все обсуждали, что болельщикам нельзя пить пиво, и они там с плакатами на трибунах сидели. Как вы думаете, вот это хороший опыт проведения чемпионата вот в такой, ну, закрытой и, может быть, незнакомой для европейцев европейской культуры стране? Вы знаете, я был только на одном чемпионате мира в России. Вот. И могу сказать, что это был большой праздник, где все нации объединены, где все из-за любви к футболу, они рады друг друга видеть, рады соперничать, да, рады делать какие-то креативные вещи. Поэтому я не могу сказать, как было в Катаре. Нужно там пиво, не нужно пиво. Это люди с другой, наверное, философией. Вот. И нужно уважать их правила, обычаи. Но могу сказать, что во всем мире, да, и будучи на стажировке в Испании, я видел, что пиво, да, это часть, часть игры. И люди обсуждают и после матча, и во время матча имеют возможность, в том числе и с пивом, проводить матч. Это праздник. Другое дело, что все должно быть разумно, и тогда будет все хорошо. То есть, думаете, можно и дальше там где-нибудь проводить? Конечно, конечно. Следующий чемпионат будет в Америке и Канаде. Как вам такой выбор? Ну, я могу сказать, что Америка... В 94-м году она принималась уже, да? В Америке сейчас активно развивается футбол. Там много видов спорта, и, как правило, это лучший менеджмент, это лучший шоу, это лучшие спектакли, это лучший маркетинг. Поэтому я думаю, что там будет хороший чемпионат, где будут все лучшие технологии современные. И это говорит о том, что даже в такой стране, как Америка, где футбол изначально был пятым или шестым видом спорта, после хоккея, бейсбола и других распространенных игр для этой страны, сейчас футбол там набирает обороты. И не зря же туда едут звезды европейские играть, доигрывать, зарабатывать денежные средства. – Да. Россия не была на этом чемпионате мира. Это крайне печально, по крайней мере, для меня. Как вы считаете, вот как вообще ребенку расти в футболе, когда он понимает, что, в принципе, на чемпионат Россия не попадет? Не по каким-то спортивным, ну, через спортивные принципы, а просто каким-то там другим? – Вы знаете, я воспитан в том поколении, когда действительно вот этот лозунг, что спорт вне политики, он был, есть, он у меня в крови. Но сейчас мы видим обратно. И то, что я видел на чемпионате мира в России, когда благодаря нашей сборной мы все почувствовали вот этот вот глоток футбольного воздуха, единение, да, гордость за свою страну, за ребят, которые отдали все силы, чтобы доказать и стране, и всему миру, что в России умеют играть в футбол, оно до сих пор, у тебя говоришь, что у меня мурашки бегут, про вот эти ощущения. Поэтому то, что нас там сейчас нет, это, конечно же, неправильно, это нечестно. Вот, и если бы мы там были, то колорит этого чемпионата был бы значительно лучше и больше. Ну, посмотрим, жизнь, как говорится, двигается. Я уверен, что футбол в нашей стране нужно развивать, перестроиться, и давать возможность нашим российским футболистам раскрываться здесь и сейчас. И я уверен, что наши пацаны и будут и таланты. Вот, главное, чтобы мы видели, правильно работали и развивали наших россиян. А как перестраиваться? Вот сейчас есть идея, я так понимаю, организация какой-то альтернативной, альтернативных олимпийских игр, да, что-то свое, там, под какие-то даже рабочие названия есть. Как вы думаете, лучше все-таки пытаться вернуться в общую систему или действовать как-то обособленно? Я знаю одно, что нужно брать все лучшее, что есть в мировом футболе, и здесь уже воплощать и вкладывать все ресурсы, денежные средства, знания наших мальчишек, да, которые впоследствии будут нашу страну прославлять. Вот, но а где играть сейчас? Важно играть, важно соревноваться, потому что невозможно прогрессировать без соревнований. А будет это европейский чемпионат, или это будет азианский чемпионат, посмотрите, как Азия играет, посмотрите, что творили и пункты в Южной Корее, да. Поэтому надо участвовать в соревнованиях. Ну, это будут принимать руководители Российского футбольного союза, но мое мнение, что надо играть. О глобальных новостях футбола поговорили, давайте вернемся к нашему футболисту, к нашему Енисею, и все-таки обсудим последнюю новость. Это наш стадион центральный будут ремонтировать, модернизировать, да, и менять естественное покрытие футбольное на искусственное. Достаточно спорное, на самом деле, такое решение. Как вы его оцениваете, как руководитель клуба, которому предстоит там играть? Вы знаете, то, что сейчас будет проходить реконструкция футбольного поля на центральном стадионе, это очень большое дело. Почему? Потому что играть сейчас в современный футбол нужно на ровном поле, потому что другие скоростя, другая техника. А показывать современный футбол на неровном поле очень тяжело. При этом, конечно же, все привыкли к этому стереотипу, что играть нужно на натуральном поле. Несколько факторов. Первый фактор. Мы все-таки в Сибири живем, да, и климатические условия не позволяют тренироваться и играть на одном натуральном поле. Поэтому либо нам нужно строить 2-3 поля натуральных и играть на нем, да, а на одном тренироваться, а на другом. Это еще дороже. Но при этом... Еще дороже 90 миллионов, которые... Значительно дороже. Как минимум нужно еще одно поле для того, чтобы футболисты тренировались. Хорошо, к сожалению, время у нас закончилось. Искусственное поле – это выход из ситуации. И в многих клубах премьер-лиги уже укладывают искусство и играют на нем. Хорошо. Ну, надеюсь, с искусственным полем у Енисея результаты пойдут вверх. Сейчас мы на четвертой строчке в турнире на таблице по итогам чемпионата. Надеемся, что мы будем на первом. Спасибо большое. Алексей Ивахов, руководитель директора команды Енисея, футбольной команды Енисея. Мы сегодня говорили о чемпионате мира и о будущем, в том числе, красноярского футбола. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.